Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И, как всегда, в видеороликах с таким названием я показываю рецепты низкокалорийных блюд, которые мы с мужем едим, находясь на низкокалорийном питании. Благодаря этим рецептам мой супруг похудел на 50 кг за 9 месяцев. И сейчас занимается сохранением достигнутого результата. А я за 4 месяца похудела на 17 кг и продолжаю худеть дальше. Сегодня я предлагаю вашему вниманию рецепт разгрузочного супчика. Такой суп вам очень пригодится. Например, после праздников, обильных застольев или даже просто после срыва. Такой суп всегда должен быть в вашем арсенале. Значит, если после праздника вы хотите сбросить то, что набрали, а набрали, допустим, довольно много, хорошо поели, хорошо погуляли, значит, такой супчик, минимум 1 кг, поможет вам сбросить. А то и гораздо больше. Верхние пределы, не буду говорить, но очень хорошо помогают сбросить много. Килограмм это минимум. Если использовать такой суп вместо разгрузочного 1 раз в неделю, то по-любому уж 500 грамм вы точно сбросите, а то и больше. Значит, можно на таком супе сидеть не более 2 дней. Нет, можно и больше, конечно, но я не советую, потому что наша цель похудеть и оздоровиться, а не похудеть и навредить себе. Поэтому раз в неделю такой разгрузочный суп – это идеальный вариант разгрузочного дня. Что мне для этого понадобится, для этого супа? Морковка 150 грамм, лук 100 грамм, немножко зелени у меня, укроп, стручковая фасоль свежая или замороженная – 200 грамм. Значит, помидор у меня измельчённый на блендере, либо просто можно взять свежий помидор 200 грамм, либо обойтись вообще без него, если кто не переносит томат, помидоры. Три яйца и соль. Значит, в этом супе, ну, главное, чтобы вес соблюдался овощей, можно использовать другие овощи, которые есть у вас под рукой. Это капуста, это кабачок. Это также можно использовать вместо вот этих ингредиентов. И также тыква. Также подойдёт. Все они по 20 с лишним калорий и помогут вам сбросить лишний вес. Лук мелко нарежем. Морковь натрём на тёрке. Укроп также мелко нарежем. В кастрюльку наливаем воды, литр 800. И добавляем овощи. Стручковую фасоль, лук и морковку. И доводим всё до кипения. Суп закипел. Убавляем на маленький огонь и готовим до готовности овощей. У всех это будет по-разному. Ну, минут 15, я думаю. Все овощи готовы практически. Прошло 15 минут. Теперь добавляю помидоры, измельчённые на блендере. Можно заменить красным болгарским перцем. Также, либо мелко нарезанным, либо измельчённым на блендере. Яйца предварительно слегка размешаем. Вот суп уже закипает с помидорами. Теперь нужно сделать вот так воронку. И потихонечку льём тоненькой струйкой яйца. И мешаем вот так до закипания. Вот такие получаются красивые мети. Супчик такой стал густой. Очень аппетитный. Да, очень аппетитный. Просто супер. Да, вот теперь можно его посолить до вкуса. А можно лучше всего, конечно, вообще не солить. Тогда эффект будет ещё более лучший. Или посолить чуть-чуть. Или посолить немного. Не, посолить немного, это само собой. Очень немного солим. Вот, немного соли. Так, всё, с яйцами суп проварили пару минут. Теперь добавляем укропчик и выключаем. Разгрузочный суп готов. Теперь накрываем крышкой. Настаиваем минут пять. И можно подавать. Вот, друзья, мой разгрузочный супчик готов. Вот такой он прикольный на вид, аппетитный. Завтра я планирую провести разгрузочный день. Буду есть вот в такой чашке, в своей, порционной, четыре раза в день. В мою чашку, как и все первые блюда, вошло 300 грамм. Значит, 100 грамм такого супа разгрузочного, смешно сказать, 18 калорий. Значит, моя порционная чашка выходит 300 грамм на 54 калории. Вот таких четыре чашки я завтра съем. Это, как я уже сказала, будет мой разгрузочный день. Разгружаться можно не более одного раза в неделю, но максимум два. Больше не советую. Вот, такое радикальное питание не слишком полезно для организма. Почему, радикан? Тут же все есть. Нет, ну максимум два раза. Слишком мало. Два раза в неделю, не больше. Слишком мало калорий. Зачем вот этот фанатизм? Я понял. Без фанатизма. Без фанатизма. Раз в неделю это идеальный вариант. Например, если у вас вес застрял, застопорился, ни туда, ни сюда. Вот такой супчик поможет сдвинуть. И не голодные, и вес падает. Вроде и поели, и калорий нет. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения, успехов и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok